Данчон Икс Игрушка, к сожалению, не полностью на английском языке. Разработчики, соответственно, тоже зарубежные. И, как я ранее сказал, эта игра висит в топе и считается одной из самых популярных игр на данный момент в мае 2018-го. Давайте-ка зачекаем. Так, это всё, можем промотать история. Тут нам предрассказ делается, такое, так сказать, вступление. Хорошо, у нас показывается контроль. Так, в принципе, с этим проблем у нас никогда не возникало. Поэтому нужно немного просто эмуль подстроить под себя, как нам нравится. И всё. Так, хорошо, я всё настроил под себя. Давайте-ка проверим, что теперь мы можем. Мы нашли какой-то свиток. Луна. Что за луна? Свиток как подобрать не показывает. То есть, пауза опционал. Это нам, скорее всего, просто рассказывают. Так, ну, изначально хочу сказать, что, да, это 2D-шная графика. Туториалы нам рассказывают, что, как, где делать. Можно открывать кейсики за просмотр видеороликов. Или же за донатную валюту. Кристалл 1-1-2. Так, ну, я думаю, мы пока обойдёмся без этого. Ух ты. Ну, 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 что это такое? То есть, меня моб отбрасывает, я попадаю на туториалы, и оно обратно по 100 раз мне показывается. Зачем? Уже, я считаю, это неправильным. Ну, не знаю. Для игрушки с таким рейтингом, мне кажется, это очень даже дерьмовенько выглядит. Хватишь. Так, поползли наверх. Но мы не спешим делать какие-либо... Да ты издеваешься. А можно как-то... Не знаю. То ли я рукожопненький какой-то. То ли всё-таки... Ну, 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 боже. Серьёзно? Ты издеваешься? Так, хорошо. Максимум хп, резайн. Так, это восполнение жизней. Эти кристаллы хилят тебя. Хорошо. Тут я случайно как спустился, и меня задамажило. Ещё один туториал. Так, это у нас какая-то непроходимая стена, которую нам нужно будет как-то то ли открыть, то ли перетелепортироваться, что ли, понимаете? Так, хорошо. Хорошо, вот он. А кристалл для телепортации, я так понимаю. Всё, оно само даже открывает просто. Мне нужно было убить всех, найти нужные материалы, и всё открывается. Так, тут прямо с Лиан можно открывать, дамажить. Хорошо. Кожанчик что-то пролетел от меня. Хорошо, кристалл. Так, это полный хил маны. То есть, моей энергии в данном случае. Так как я не колдун. Знаете, ребят, я видел много 2D-шных игр, но графика в ней всё-таки напрягает. Музыкальное сопровождение точно так же напрягает, как и графика. Не знаю, как вам, но... У меня просто сносит крышу. И крышу сносит не в хорошем смысле. Ну, что-то прям очень плоховато. Как по мне, всё такое размытое. Я думаю, на телефоне бы лучше не смотрелось, понимаете? То есть, да, допустим, я там играю на эмуляторе. Мне кажется, почему-то с телефона, если бы я сидел, то лучше бы реле не вставало. По плюс 100-500 туториалов. Я сейчас представляю, как я буду тут круто прыгать. А нет, смотрите. Вот это было неожиданно. Так как? Она появится? А, мог бы даже респавниться вновь, прикиньте. То есть, если мы там прошли 20 метров вверх или вниз, то всё. Можешь быть уверенным в том. Но зачем показывать по 100 раз одни и те же туториалы? Естественно, я буду на них ещё не раз, типа, нажимать, проходить. Потому что я тут то упадёшь, то ещё что-то. И вот она, долгожданная реклама. Конечно же. Конечно же. Какая же игра обойдётся без той самой рекламы, которая выскакивает на каждом, мать бы его, шаге. Зачем? Ребят, этот вопрос явно не ко мне. Я, наверное, буду всю жизнь задаваться таким вопросом. Я понимаю, что, конечно же, разработчики хотят заработать денег на своём детище. Но сделайте вы это в, как бы, добровольном порядке. Зачем делать так, чтобы вас ненавидели все игроки, которые издают вашу игру? Ну, возьмите, за пример, любую игру, где ты получаешь плюшки за то, что смотришь рекламу. И это правильно. Так, ну что? А, нет, это ещё не конец уровня даже. Смотрите. Опа. Вот это неожиданно. За то, что я упал, мне ничего. Так, ещё какую-то комнату я нашёл. Так. Это там, где я был, что ли? Ничего не понял, серьёзно. Вот сейчас я ни хрена не понял. Ну, убил я его, прошёл я куда-то. И что дальше? Так, слизни эти. В общем, ребята не заморочились ни над монстрами, ни над графикой. Вероятнее всего, у них, ну, реально просто хорошая пиар-компания, которая распиарила эту игрушку по полной программе и вывела её максимально в топы. Так, ну что, мы закончили. Да, мы закончили первый уровень, мы вышли с данжена. Вон он под нами, под низом. Мы на второй локации. Ну, эта локация смотрится немного лучше. Я не спорю. Я вон там уже вижу преграды различные, ловушки и прочую хрень, которая должна была появиться, наверное, ещё в начале. Но так как начало это было туториал, то есть, больше ознакомительное обучающее, так, то здесь уже, ну, полный комплект. Там, смотрите, и шипы появляются на лестниках какие-то. Или это, скорее, да, это просто багает анимация, смотрите. А? Видите, вот здесь багает анимация. Вот это недоработочка, ребят. Там уже кто-то даже стреляет, какие-то духи летают. Здесь капля капает, интересно, у меня капля дамажит? Нет, капля не дамажит, капля просто спецэффект. Ничего себе. Даже такое сделали, молодцы. Так, внизу какой-то то ли орк ходит с пистолетом, то ли ещё что-то, непонятно. Ну что, ребят, я думаю, каждый для себя сделал выводы. Ну и я, в принципе, для себя тоже. Да, Джон Икс, как я и сказал, одна из лучших игр Майя. Скорее всего, явно не для меня. Кто-то постарался. А пиар-компанию сделал довольно-таки хорошую. Но мы эту пиар-компанию поддерживать не будем. Поэтому я не могу рекомендовать вам эту игру. На этом всё. Всем спасибо и до скорых встреч. Пока-пока.